здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки закон сохранения энергии решения задач задачи 22 года но может быть они и не 22 года потому что эти задачи нашел в очень хорошем задачнике который называется 2002 задач по физике но не в этом дело нам то с вами нужно разобраться как решается задача на закон сохранения энергии давайте посмотрим как решается следующая задача задача такая груз начинает скользить с начальной скоростью в 0 вверх по наклонной плоскости имеющий длину l и высоту h коэффициент трения равен мю какой путь с пройдет тело до остановки ну вот на первый взгляд задачка очень простая да но не тут то был давайте с вами рассмотрим как же эта задача решается ну вот я нарисовал чертеж даже два чертежа и объясню почему обязательно этот чертеж нужно сделать и сразу же скажу почему для того чтобы избежать парочку ошибок которые можно так сказать сделать и я вам сейчас об этих ошибках обязательно расскажу и так что же здесь произошло вот по этому самому грузику да вот так вот шил бандали он стал подниматься вверх пройдя расстояние с а длина наклонной плоскости она и вот здесь где-то он остановился и вот это с расстояние нам нужно пройти коэффициент трения дан уголок не дан ага вот уголка нету но мы тоже с вами видим что его можно будет найти потому что высота и длина наклонной плоскости даны теперь я вот обязательно нарисовал чертеж вот для того чтобы понимать да кто и что тут сказать работает ну вот потому что для того чтобы найти вот это вот расстояние мы должны с вами воспользоваться известным так сказать законом до который говорит о том что любая работа равна изменению энергии вот изменению энергии если мы видим что энергии изменяется значит обязательно совершается работа ну вот теперь давайте это так и запишем любая работа равна изменению энергии я записываю это таким вот образом работа равна изменению энергии вот это первое положение это второе положение а какой энергии здесь ведется речь энергия потенциальной и кинетическая значит энергия потенциального втором энергия кинетической во втором это сумма потенциально-кинетической энергии. И мы должны отнять то, что было в начале. Энергия потенциальная в первом положении и энергия кинетическая в первом положении. И сейчас должны подумать. Вот здесь вот, да, мы говорим, что вот здесь у нас энергия будет потенциально равна нулю. Значит, в первом положении потенциальная энергия 0. Во втором положении она у нас, естественно, имеется. Вот кинетической энергии нет, потому что во втором положении тело остановилось. Вот что у нас осталось. Тогда работа будет равна MGH, да, и отнимаем кинетическую энергию MV квадрат, делённая пополам. Вот. Теперь дальше. А чему же работа будет равна? Ага, здесь работает, внимание, сила трения. Вот. Сила трения. И которая будет совершать отрицательную работу. Значит, я записываю минус мю МЖ, и я должен всё это умножить на С. И получается у меня MGH, делённая на MV квадрат, делённая на 2. Итак, первая ошибка состоялась. Нельзя это писать. Да, почему? Потому что сила трения, да, это мю МН. А Н в данной ситуации, это МЖ косинус альфа. МЖ косинус альфа. Вот сила трения. Мю МЖ умножить на С, это возможно только тогда, когда тело будет двигаться по горизонтальной поверхности. Итак, это первая ошибка. Мы её сейчас сразу же и исправим. То есть мы действительно напишем минус мю МЖ, С и косинус альфа. Записал. Теперь вторая ошибка. Говорят, глядя на этот чертёж, а здесь же ещё у нас есть МЖ синус альфа, который тоже мешает телу подниматься вверх. Правильно? И записываем тогда минус, ну добавляем МЖ, синус альфа и умножаем на С. Как бы прибавляем к работе силы трения, ещё работу силы тяжести по оси Х. Нет никакой вот этой вот работы, потому что это внутренняя сила. Понимаете? То есть она вот здесь вот заложена. Вот! Она здесь у нас имеется, поэтому вот эту вот силу учитывать здесь совершенно не нужно. Вот такая вот ситуация. Итак, мы получили с вами вот такое вот уравнение. Ха-ха-ха! И это уравнение, ребятки, ну оно тоже неправильное. Вот видите, как в одной задачке можно, так сказать, наделать, накорябать, так сказать, огромнейшее количество недочётов, ошибок. Вот смотрите. МЖ, АЖ. Но тело-то вот это вот, не до самого конца сюда доехало, оно здесь остановилось. То есть потенциально эта энергия, оно вот здесь вот, на этой самой высоте, скажем, на высоте H. Большое. Поэтому я здесь напишу вот это вот H. Большое. Вот сейчас всё становится на свои места. И давайте с вами посмотрим, чему же будет равен синус угла. Если мы вот на этот треугольник кинем свой взгляд, мы увидим, что синус альфа в отношении противоположного к А, это H, большое к S. И тогда вот это H у нас превращается в S синус альфа. Вот. Тогда МВ квадрат пополам перенесём в эту часть со знаком плюс. Здесь запишем МЖ, С синус альфа. А вот это МЮ, МЖ с минусом. Вот это вот всё перенесём в эту часть со знаком плюс МЮ. МЖ, С косинус альфа. Ну вот. Ну тогда М, М, М можно сократить. Умножим всё на двоечку. Получаем В квадрат. Равняется. Ну, С можно вытащить со скобку, да? Вот. Тогда будет, что у нас? С, ДВА, Ж, синус альфа плюс МЮ, Ж, косинус альфа. Вот. Ну и тогда получается, что С у нас равняется В квадрат делённое. Сейчас, что мы... А, двоечку, двоечку, двоечку забыл. Вот, опять. Видите, двоечку забыл. Значит, что тогда? Два Ж можно убирать со скобки. А в скобках будет синус альфа плюс МЮ, косинус альфа. Вот такая вот штуковина у нас получилась. Но самое-то интересное в этих задачках, да, что угол альфа нам неизвестен. А выразить ответ мы с вами должны через то, что нам известно. Аж, кстати говоря, вот это неизвестно. Угол альфа неизвестен. Ну, тогда что нужно делать? Тогда нужно, так сказать, записывать, что из себя, так сказать, синус и косинус представляет. Ну, давайте теперь вернёмся к тому, что нам известно. Вот смотрите. Синус альфа, да, это Аж большое к С. Ну, и с другой стороны синус альфа, это Аж маленькое к Л. Да? Можно записать. А вот косинус что такое? А косинус угла альфа это отношение прилежащего катета вот этого, да, гипотенузе. Тогда, по теореме Пифагора, вот этот вот катет найдём. Он у нас будет равен Л квадрат отнять Аж квадрат, да, и делённое на Л. Вот такая вот штуковина у нас получилась. Правильно? Ну, всё. Раз так, мы с вами этим делом и займёмся. С равняется В квадрат делённое на 2Ж, а вот вместо синуса буду писать Аж делённое на Л и плюс Мю. А вместо косинуса квадратный корень Л квадрат минус Аж квадрат и тоже всё это делённое на Л. Скобочку убрали. Ну, и тогда вот это Л можно убрать, так сказать, вверх. Вот. И тогда у нас конечный результат получается следующий. С равняется. Вот тут конечный результат. В квадрат вот это вот Л находится наверху, а внизу будет 2Ж H плюс мю квадратный корень Л квадрат минус H квадрат вот так вот классно получилось. Вот всё. Вот это вот конечный результат. Смотрите, решая такие задачи, мы приобретаем огромнейший, на мой взгляд, опыт в понимании того, что здесь происходит и всякие нам ЕГЭ, и контрольные работы, самостоятельные работы, проверочные работы, не страшны. Всё почему? Ну, потому что вы физику учите на самом суперском канале. Физика это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Буду вам очень признателен и благодарен. Всё, всё вам доброго. До свидания. До новых встреч.